Реа-Новости. Подкасты. Правда. Тело. Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок. Правильно и с удовольствием. Правда. Тело. Здравствуйте. Это подкаст «Правда. Тело», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел, почему глобальное ожирение стало вызовом для человечества, как, почему надо худеть, а когда этого делать категорически не нужно. Меня зовут Илья Переседов. Ну вот просто Илья Переседов, человек, который интересуется этим вопросом, в конце-то концов. Илья уже больше не говорит, что он похудел на 50 килограммов. А меня зовут Наталья Лосева, и вместе с Ильей мы. И с нашими гостями, конечно же, в первую очередь мы будем идти к правильному, честному телу. И сегодня у нас... У нас сегодня такой гость, друзья мои. Давай я скажу. У нас в гостях Регина Ахуньянова, широко известная как доктор Регина, терапевт, нефролог, диетолог, основатель школы здоровья Регина Доктор, автор книги «Здоровое питание в большом городе». Мы знаем секс в большом городе, а тут здоровое питание в большом городе, которое, видно, какое-то отношение в том числе имеет и к сексу. Ну что ж... Что-то Илья, вы сегодня в параллелях. Да, но дело в том, что доктор Регина действительно это мега-мега популярный, можно сказать, такой научный блогер или медицинский блогер. Огромная аудитория, много последователей, друзья. И вот мы сейчас очень рады, что Регина тоже вошла в наш круг, круг наших экспертов и принесет много пользы нашей аудитории. Дело в том, что этот эпизод мы подготовили при поддержке Московской международной книжной ярмарки, старейшей и крупнейшей ежегодной книжной ярмарки в России, ну, где, я думаю, мы все стараемся по возможности, при первой возможности бывать. Жизнь возвращается, это так здорово на самом деле, да, что все мероприятия возвращаются. Вот, вот такая у нас сегодня большая кампания. А тема у нас сегодня тоже, мне кажется, очень актуальна, и такая тема, посвященная нашему возвращению в офис. Мы сегодня хотели бы поговорить о том, как совмещать здоровое питание и общепит. А общепит, он неизбежен, когда мы возвращаемся в офисы, потому что, особенно в мегаполисах, да, когда у тебя нет возможности в каком-нибудь райцентре, небольшом городке, сбегать домой пообедать и поужинать. Чаще всего, конечно, мы обречены на общепит, на рестораны, кафе, столовые. И есть такое мнение, что вот там, где начинается столовая или даже какой-то крутой ресторан, там заканчивается здоровое питание. Вообще заканчивается здоровье. Вот сделал шаг по направлению к какой-нибудь желтенькой буковке М, и это прям шаг к могиле. Так это или нет? Здравствуйте, очень рада вас слышать всех. Спасибо, что пригласили. Давайте начнем с того, как правильно, да, идеально было бы, а потом уже внесем какие-то корректировки. Я всегда своим пациентам говорю, что есть понятие сбалансированное здоровое питание, да, которое полезно всем, каждому, чтобы чувствовать себя в тонусе, чтобы не болела голова и контролировать свой вес. А есть понятие лечебное, диетическое питание, которое нужно человеку с какой-то конкретной лечебной целью. Например, у человека язва желудка, ему нужно специальное питание. Например, у человека заболевание почек, специальное питание. И в том, в другом случае мы рекомендуем как можно больше готовить еды дома. Почему? Потому что мы знаем точные ингредиенты, мы можем выбирать качественные продукты, и мы можем выбирать способ приготовления более полезный. Но, конечно, у всех работа, у всех жизнь в мегаполисе, и рано или поздно человек сталкивается с общественным питанием. Да, здесь сложно проконтролировать многие этапы производства, приготовления. Мы едим, но моя рекомендация выбирать более однокомпонентные блюда. То есть не просто какие-то котлеты, что-то фаршированное, где часто бывает фальсификат, а именно какое-то цельное блюдо, например, кусок мяса, кусок курицы, цельную рыбу для обеда. Ну и, конечно же, брать еду с собой, это было бы идеально. Я своих пациентов учу так. То есть проблема фастфуда не в том, что непонятно, кто его готовит, а главная проблема фастфуда, что в погоне за каким-то ярким вкусом они как бы перемешивают разные ингредиенты. Или дешевизной, между прочим. Давайте тоже. Если это столовая. Конечно, да. Столовая, ресторан, кафе и фастфуд – это всё-таки разные вещи. Фастфуд – это там вышеупомянутые заведения, где еда, она полуфабрикаты, где нет цельных продуктов в основном. Конечно, это вообще мусорная еда, лучше её избегать, потому что это трансжиры, это огромное количество соли, сахара – это то, с чем борется сейчас Всемирная Организация Здравоохранения. А почему в фастфуде, именно в фастфуде, вы говорите, много сахара и соли? Они чего добиваются таким образом? Сытость, быстрая сытость, быстрое насыщение и дешёвая цена. То есть обед должен стоить недорого. Что-то нужно такое придумать, смешать, чтобы это быстро насыщало, чтобы это было очень вкусно. Тысяча, как говорится, алмазных молоточков выделяли эндорфины. Человеку нравился, он захотел ещё один бургер срочно. Плюс это было быстрое насыщение и хватало, не знаю, на 4 часа, вы все знаете, когда поешь где-нибудь. Там такое чувство, что упал в желудок кирпич и часов 5 съесть вообще после этого. А вот из-за чего такое чувство, что в желудок упал кирпич? Это огромное количество трансжиров, некачественное мясо, к сожалению, да, и опять-таки вот эти вот ингредиенты сахар, соль и жир в комбинации. Кстати, есть такая очень хорошая книга даже американских авторов «Сахар, соль, жир» про фастфуды, про эту индустрию, которая создаёт такой комплекс, который быстро насыщает, очень тяжело перевариваться долго, даёт удовольствие, даёт очень много калорий, высококалорийная пища, и человек не тратит много денег и времени. Она переведена на русский язык, эта книга? Да, она есть на русском языке. А я хотел заметить, интересная история у меня была, приятель рассказывал, как он в одну фирму думал заработать, поставил дорогой вендинговый аппарат по продаже кофе, и он не приносил ему прибыли, ну, потому что он тратился на сорта кофе. Он обратился к бизнес-консультантам, как исправить эту ситуацию, и ему тут же сказали, замени аппарат, чтобы там были химические сливки, чтобы там был более дешёвый кофе, и увеличь там в 4 или в 5 раз количество сахара, который добавляется в этот напиток. И, во-первых, тут же упала себестоимость этого продукта, а, во-вторых, люди стали покупать этот кофе чаще. Потому что, слушай, я объясню, почему. Потому что идут за вкусненьким, а вот базово у нас понятие вкусненького, оно с детства, с владельчества испорченное. Вот это то, к чему, друзья мои, я пришла за, так сказать, месяц осмысления того, что мы называем здоровым или сбалансированным питанием, что наше понятие вкусненькое, которое закладывается к нам с раннего детства, оно извращено. Вкусненькое, значит, у нас сильно-сильно сладенькое, или там потом попозже сильно-сильно остренькое, или сильно-сильно солёное. На самом деле вкус – это некий навык. Вот матрица вкуса в головном мозге, она пустая. Многие думают, что у нас все в семье ели сладенькое, мы все очень любим мучное, да, то есть мой дедушка любил сыр, и я просто обожаю сыр, да. На самом деле матрица вкуса пустая. И вкус формируется. Не, ну, слушай, пустая, но у нас всё-таки мы эволюцией предрасположены то, чтобы получать от сахара удовольствие. Конечно, да. Сахар-сигнал. Так что она уже не пустая, как бы, эволюция нас подталкивает к тому, чтобы выбирать эти продукты. Слушай, ну, выбирая между сухофруктом и соевым батончиком со сладким, да, ты должен понимать, что сухофрукт, особенно если он не в сахаре вымоченной, да, нормально, там, курага засушенная, она тебе может приносить столько же радости эндорфинов и этих вот ламазных молотушек. Деда Регина про сухофрукты сейчас либо в этой, либо в следующей программе расскажет, я думаю. Хорошо, давайте вернёмся, давайте к фастфуду вернёмся, пожалуйста. Да, ведь есть же сейчас, ну, вот и в разных этих, из широко известных ресторанов, какие-то там роллы с курицей и салатом. А есть специальные лавки, которые делают акцент, что вот у нас здесь как бы натуральная еда, даже какая-то веганская еда. Неужели... Есть, кстати, магазины специальные здорового питания, где тоже упакованы полоточком, значит, всякие блюда. Неужели на всём этом надо поставить большой жирный крест? Не, ну и что, мы что-то должны есть, в конце концов, друзья мои, потому что везти, я сейчас просто договорю эту мысль, что очень часто в городе, в мегаполисе ты едешь на работу час-полтора, да, если это лето, то никакой лоточек ты не довезёшь. Ты просто отравишься, потому что это всё там в жару взапреет и так далее. Поэтому всё равно нужно искать какие-то способы питаться в городе, помогите нам, пожалуйста. Вот смотрите, на самом деле, короткий вот бизнес-план сейчас расскажу, раз уже заговорили про фастфуд. Килограмм сливочного масла для производства стоит 600 рублей, а литр кондитерского жира стоит 80 рублей. Понимаете, да? То есть когда производитель будет печь выпечку, круассаны, никто не положит туда сливочное… Ну, то есть единицы производителей положат туда сливочное масло, и действительно, это будет дорогой продукт, и люди будут сразу чувствовать и вкус, и консистенцию. То же самое с сахаром, да? Например, фруктозные сиропы, да, синтетический сахар, фруктозный плюс глюкозный сироп, патока – это всё очень-очень дешёвое, да. Натуральный какой-нибудь сахар нерафинированный, тот же кокосовый, тот же даже тростниковый нерафинированный настоящий, который, да, сортовой, в десятки раз дороже, чем ингредиенты. И, конечно, бизнес, он нацелен на то, чтобы это было успешным проектом, да, то есть это покупали, это было выгодно, но не в пользу здоровью человека. По поводу того, что всё-таки есть приходится. Конечно, приходится, мы за здоровое пищевое поведение. Если основные приёмы пищи, даже, например, позавтракайте вы дома, возьмёте даже летом на перекус с собой пару фруктов и орехи, пообедайте где-то в ресторане, там, выбрав какую-нибудь курицу, рыбу, овощи, может быть, на пару, либо тушёные, либо даже гриль, и ужин опять у вас придётся дома, это уже основной рацион, у вас будет здоровый, натуральный, органический. Слушайте, ну пообедать в ресторане каждый день очень мало, кто себе может позволить, давайте будем честны. Ну, в ресторане, в кафе, да, в той же самой столовой, да, в общепите в целом. Правда тела. Правда тела. Вот давайте про это и поговорим, про столовую всё-таки. Вот у вас нет другого выхода, как хотя бы обед провести в столовой или в каком-то недорогом кафе. Вот дайте нам, пожалуйста, рекомендации, с чего мы точно не берём, и что, я уже услышала про кусок мяса, или там, например, ножку курицы, да, можно взять какую-нибудь там, отварную, если она есть. Макарошки, кстати, вот во многих столовых продаются. Ну, человек, который не на снижении веса находится, да, и у него нет каких-либо заболеваний типа сахарного диабета, он может съесть и макаронные изделия, он может съесть и рис на гарнир, да. Если человек всё-таки снижает, контролирует вес, то лучше выбрать гречку. Но знаете, какая следующая проблема? Гречка обжаренная, как правило, она не просто обжаренная. Да, 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 да. Она обжаренная, чтобы она была вкуснее, ароматнее, да, чтобы вот этот запах был, потому что здесь уже такое гастрономическое удовольствие всегда у всех поваров. Я сотрудничаю с огромным количеством поваров, да, в разных проектах, и их задача сделать вкусно. Это очень сложно, чтобы повар в первую очередь думал, там, о количестве белка, о влиянии на желудочно-кишечный тракт, да, то есть овощи очень удобно. Ещё, кстати, один момент. Салат с огурцами и помидорами или греческий салат, наверное, все знают, да, в общепитах, в ресторане бывает. И очень часто салат сбрызгивают глюкозным либо фруктозным сиропом, короче, сахарным сиропом. Да вы что! Для того, чтобы хрустели огурцы. И вот этот вот вкус, он был вот именно таким. Буквально немного, но сбрызгивают. И это уже нехорошо, правда? Даже такие дозы. Ну, если женщина, допустим, она следит за весом, она там считает калории, она думает, что здесь только огурец, помидор там и какое-нибудь масло, то она получает какую-то дозу всё равно, да, да, да. Или человек, который контролирует сахар крови свой. То есть есть такие моменты, есть такие тонкости. Я пациентам говорю, ребята, мы сейчас должны разбираться с вами в процессах производства еды. То есть мы должны знать, как делают йогурт, которого срок хранения полгода. Мы знать должны, как делают творог, срок хранения которого там месяц. То есть такого не должно быть в норме, не может быть просто. Так, всё, я начинаю протестировать. Подожди, а можно я спрошу, можно я уточню? Давай. Я согласна, что с точки зрения простой биологии очень странно видеть творог со сроком хранения месяц. Но чем всё-таки опасен вот этот творог или молоко, или йогурт, у которых большой срок хранения? Ну, как правило, добавляют различные пищевые добавки, основной минус которых – это развитие аллергических заболеваний и гепатотоксичность, то есть влияние на печень. Мы постоянно видим, что отзывают какую-то группу пищевых добавок из-за того, что определили их отдалённые последствия. То есть, например, какой-нибудь антиокислитель применяли в производстве молочной продукции, чтобы она быстро не портилась, а потом увидели, что всё-таки это вызывает болезни печени, это очень вредно. И да, давайте запретим, в развитой Европе запретим это количество. Использовали раньше трансжиры дёшево, всех накормить всю планету, теперь поняли, да, что трансжиры – это увеличение сердечно-сосудистой смертности номер один причиной в мире. И что сделали закон, да, целые государственные программы на ограничение трансжиров по всей планете. Развитые страны уже вперёд. То есть, мы сейчас находимся в такой период развития, да, интенсивных попыток удешевления еды, и исследования просто не успевают за изобретениями технологов. И самое главное – сохранение срока годности. Это очень важный для любого производства срок годности, это очень важный показатель, чтобы еда успеть продать, чтобы довести, представляете, если дворок делается в Подмосковье где-то, а его нужно отправить там на север, да? Так, всё, я хочу протестовать, вот. Я, в принципе, согласен со всем, что нам сейчас говорит доктор Егина, но я хочу напомнить, что, первое, все люди смертны, рады или поздно мы все умрём. Б. И на самом деле, мне кажется, в первую очередь важно то, как мы проживём тот срок жизни, который нам отмерен. И вот главная, на мой взгляд, причина, по которой большинство людей терпеть не могут зожников, потому что они производят впечатление грёбанных сектантов. Да, точно. Стоит подсесть на эту тему. Трансжиры, срок годности, там ещё глютен замаячит сейчас, корпорации душат нас, своей химией, понимаете? Может быть, у этих людей, которые на это подсаживаются, может быть, у них немножко лучше химический состав тела. Но с ними же невозможно общаться. Они же не смотрят и по сторонам не думают ни о чём, кроме своих баночек, коробочек, заглядывают в тарелку к тебе, начинают считать, а у тебя консервированный горох, неконсервированный, понимаете? Это чудовищно. Ну, то есть, по-моему, лучше умереть на 7-10 лет раньше, но спокойно прожить, чем вот как бы, не знаю, там 30-40 лет вот как бы страдать этим, уж простите меня, сектанством. Это была моя первая реплика. И вторая, уважаемая доктор Егина, наш организм за, там, кто-то считает миллионы, кто-то сотни тысяч лет эволюции прошёл через такие вызовы и проблемы, по сравнению с которыми лишняя ложка сахарной патоки – это фигня. Поэтому он прекрасно адаптируется к тем или иным условиям. Поэтому, на мой взгляд, если вот та женщина, о которой вы говорите, она следит за своим весом, она следит за своим телом, она не будет бояться тарелки салата «Цезарь», что туда коварный повар лишнюю, значит, ложку там патоки влил, а просто вечером сходит на пробежечку, разгрузив параллельно нервную систему, то всё у неё будет хорошо, будут у неё упругие ягодички, будет у неё узенькая талия, и при этом она будет жить как нормальный, свободный человек. Я кончил. Ну, не знаю. Нет, разумеется, вы знаете, всему нужна мера, и я тоже не поддерживаю людей, которые навязывают свою точку зрения. Да, то есть кто-то не ест мясо, правда же, да? Кто-то ест мясо. Это дело каждого человека. И если у нас есть огромное количество рекламы, которая нам говорит со всех экранов и со всех каналов о том, что покупайте круассаны, ешьте сахар, пейте там сладкие напитки. Нет, секундочку, про сахар мы поговорим отдельно. Мы сейчас говорим не про сахар, мы говорим про общепит. Общепит как бы не только из кондитерских изделий состоит. Ну что ты вещь? В чём твой пафос-то? Да, и вот должна быть какая-то другая ещё мысль о том, что... Мой пафос в том, что, на мой взгляд, вот лично, я говорю, мой пафос, на мой взгляд, лично на мой взгляд, вполне можно как бы сохранять здоровое питание, если на 30% твой рацион будет состоять из покупной еды, если подходить к этому разумно. Лично у меня он доходит, наверное, до 50-60%, но это не фастфуд, это просто готовая еда, которую я покупаю в хороших сетевых магазинах. Например, что? Ну, там, да, там, я люблю покупать там холодцы, там, готовую курицу, готовую рыбу, котлеты, состав которых меня устраивает на ценнике. Вот никогда в жизни я не... Ступы готовые, борщи покупаю, прекрасно уминаю. Осуждаю тебя, осуждаю. Ну, вот видишь. Я тебя осуждаю, потому что... Снижается вес, у меня растут физические мои, как бы, показатели данные, я бегаю полумарафон, и вообще... Но ты не знаешь, что в этом холодце, ты не знаешь, там, из чего он сделан, какие туда гряди... Я беру этикетку и читаю. Если там, как бы, ну, знаешь, в большой сети, у которой там сотни миллионов рублей на этом бизнесе замешаны, если там будет другой химический состав, их засудят, они разорятся. Регина, вы знаете, что в составе могут не указывать вещества, которые используются на этапе производства, то есть подготовки конкретного продукта. Вот, например, фирма, которая делает котлеты или холодец, к ним приходит мясо охлаждённое, и вот там написано «охлаждённая говядина», допустим, и то, что уже есть на этом этапе в охлаждённой говядине, освежители какие-то, да, то есть, может быть, соус какой-то, маринад. Это могут не заявлять те люди, которые делают котлеты. Смысл такой. Но, опять-таки, дело, мы ни в коем случае не за крайности, и, как я и сказала, если вы завтракаете дома, выбираете продукты, что-то выращиваете своё замечательное, если вы один раз обедаете в день в общепите, тоже при этом выбирая что-то полезное, это нормальное здоровое пищевое поведение. Во, прекрасно, мы услышали эти слова. Один раз в день можно, если подходить к этому разумно, и если остальной ваш рацион правильно составлен. Спасибо. Вот я бы всё-таки приняла для себя, да, я не хочу никому навязывать, но для себя бы я приняла вот этот ваш вот с такой поправкой, что всё-таки в общепите я так действительно делаю. В общепите выбирать самые простые продукты. Вот то есть то, что ты видишь глазами, да, ты видишь глазами куриную ножку, ты видишь глазами салат из нарезанной капусты с огурцом. Да, бог с ней, с этой глюкозой. Действительно, с тобой я согласна, здесь можно не заморачиваться. Но ты хотя бы знаешь, что вот капуста, вот огурец, и максимум, что там может быть действительно сбрызгана каким-то вот этим вот усилителем вкуса. Но я избегаю, например, котлеты. Я ещё что хочу сказать, что во время карантина многие мои знакомые написали, что и сказали, что они сбросили довольно заметное количество килограммов просто начали питаться дома. Причём не только российские, да. Мой, например, друг из Германии написал, где, в общем-то, довольно строго следят за производством еды готовые, что как только он стал питаться дома, он ничего больше не менял. И даже у него физическая активность сократилась по понятным причинам. Он сбросил несколько килограммов. Но это же о чём-то нам должно сказать. Регина, почему так происходит? Происходит потому, что, опять-таки, это лишние добавленные ингредиенты, которые мы дома не используем в производстве своих котлет, например. И это меняет структуру. Например, что? Какой-то жир положили туда, да, животные? Жир, да, жир, опять-таки, подсластители, сахар везде. То есть мы уже не говорим конкретно про сахар, который сыпет. Есть куча других подсластителей, которые дают и калорийность, и реакцию крови, да, то есть и вкус, опять-таки. Это большое, огромное количество соли. Вот проводили тот же исследование и считали, что, знаете, рекомендация Мирного организации здравоохранения там снижать добавленную соль до 5 грамм в сутки. 5 граммов – это сколько? Какой это объём? 5 граммов – это чайная ложка без горки. Ну, это довольно много, слушайте. Да, довольно много, нормально, да. Мы пациентам где-то 2-3 грамма выводим вот на такое количество. И, значит, современный человек мегаполиса, который там дважды в день есть в общепите, может съедать до 20 граммов соли в сутки. Представляете, во сколько раз... А ведь ещё многие солят. Мы же привыкли, что стоит всегда солонка и перешница на столе, и люди очень часто солят, и перчаток говорят, ой, слушайте, такой яркий, невыраженный вкус. Я хочу сказать ещё про Сахар, что в те времена, когда я не шла к своему правильному телу, а я очень люблю готовить, и я очень любила экспериментировать со вкусами, вот у меня была в ходу целая линейка моих изобретённых соусов, сладких, кисло-сладких для разных блюд, да, например, там, сладкий вишнёвый соус для дикого мяса всегда я подавала, морошковый сладкий соус тоже для мяса, облепиховый сладкий соус для рыбы. Вот это просто... Я была настолько этим увлечена, и, конечно, все мои гости, все мои домашние очень любили сладкие соусы ко вторым блюдам. Понимаете, что я делала? Вот так. Ну, вообще, я вот соглашусь, потому что, когда вот я там набирал свои эти 152 килограмма несчастные, там много... Я очень любил копчёности, много приходилось на всякое там копчёное мясо. И когда вот я там прошёл через свою практику нормализации веса и интереса ради решил попробовать вот того, что же так меня увлекало раньше, первое, что я ощутил, это даже вот не этот там приятный вкус вот этого копчёного мяска, а это соль. То есть оказывается, все эти продукты... А ты раньше не понимал этого, да? Абсолютно этого не замечал, да. То есть когда ты от этого отдаляешься и потом делаешь шаг обратно... То есть я, с одной стороны, просто не могу сейчас есть вот эти кондитерские изделия, ну, вот из таких обычных магазинов, потому что мне просто по голове тут же бьёт... Ой, да, у меня так же на конфеты. ...куз сахара, и я вообще ничего другого не чувствую. И соль. То есть ты оказываешься просто между этими двумя прессами зажат. Так, ну, давайте дадим возможность задать вопрос нашему слушателю. Нам пишет Иван, и вот что он пишет. А есть ли какой-то минимальный набор продуктов, которым можно питаться всю жизнь, получать из него необходимые вещества и не испытывать дефицита? Дефицита чего, видимо, калорий или витаминов? Да, наверное, без всего полезного, да. Сколько разных продуктов или блюд минимум должно быть в рационе, например, в неделю. Вы знаете, есть такое понятие, сейчас новое слышали, наверное, устойчивое питание. Что это такое? Нет, не слышу. Это вот совершенно такая новая современная диетология. Изучали, сейчас же закончился проект «Геном человека». Большой научный в мире проект, который шёл 10 лет, расшифровали геном, и изучают, что на наши гены, оказывается, влияет и еда, и добавки, и вообще все факторы, с которыми мы сталкиваемся. И в итоге получилось так, что усвоение некоторых веществ, которые организм, находясь на этой территории, уже много-много эволюционно ел, гены подстроились под это вещество. Например, хорошее усвоение мяса у жителей нашей полосы, потому что у нас мясо было. Или, например, мясо не едят совершенно где у нас, в Индии и в странах, где веганский тип питания. Прекрасное усвоение кофеина у жителей Мексики, Бразилии, потому что там кофе, мы даже не знаем, с какого года его начали собирать и так далее. Итальянцы едят пиццу почему-то, и там три пиццы в день и не поправляются. То есть у кого-то там витамин D низкий, у кого-то высокий. То есть даже по показателям совершенно разные популяционные значения. И всё-таки сделали такой вывод, что лучшим для человека является устойчивое питание, к которому подготовлены эволюционно-генетически все ферментные генетические системы, которая растёт на этой территории, и вследствие оно дешевле. То есть, короче, цикл транспортировки. Это же питание этого человека, выбор его развивает регион. То есть, покупая у нас местное, мы развиваем, поддерживаем сельское хозяйство, бизнес и всё прочее. И всё лучше и лучше. То есть вот и всё-таки сказали, что устойчивое питание. Поэтому совершенно классный вопрос, который задал нам слушатель, о том, что есть ли какой-то список продуктов, который нам нужен. Ну вот сразу хочу сказать. Это яйца на утро, правильный завтрак, например. Это злаки у нас хорошо очень усваиваются. Это каши. Почему? Вот в нашем рационе очень-очень с давних времён различные каши. Это фрукты местные, то есть груши, яблоки сезонные. Я рекомендую своим пациентам даже покупать на ярмарках и в пергаментной бумаге хранить в прохладном месте. Они до декабря. Вот эти вот садовые настоящие яблоки лежат. А это может быть какие-то орехи, 20-30 грамм орехов в день. Мясо, рыба, птица, которая идёт в основные приёмки, пища в обед и в ужин, 5-6 порций овощей в день, как нам говорит Всемирная организация здравоохранения. Это могут быть свежие овощи, тушёные овощи. Опять-таки не нужно есть авокадо и киноа, особенно если у вас проблемы с деньгами, и вы думаете, что здоровое питание — это очень дорого. И вот эти люди в Инстаграме, которые едят авокадо на завтрак, да не нужно его есть. Это не наше устойчивое питание совсем. Его можно есть иногда, но не постоянно. И таким образом устойчивое питание — это 70% рациона у тебя устойчиво, а 30% — это разнообразие. Это когда можно там... Уже какая-то экзотика. Да, гребешки морские, что-то для удовольствия включать. Вы знаете, вот я ровно такой же монолог практически один в один, но только без ссылок на расшифровку генома человека, слышал где-то года полтора назад от эксперта по спортивному питанию. Но он подвёл итог следующим. Он говорит, и вообще, говорит, самая понятная, действующая и простая схема питания для нашего российского региона содержится в православной церковной кухне. Вот со всеми постами, со всеми, значит... Ну мы давай отдельно с тобой об этом поговорим. Это классная отдельная тема. Да, я как бы решусь на себя снискать обвинения в клерикализме каком. Подожди, а мы поговорим и про мусульманские диеты. Я слышал об этом от эксперта. Я думаю, что это отличная затравочка на будущее поговорить про религиозное питание, про кашрут. А сегодня мы говорили про насущное. Мы говорили про то, как есть в городе и не умереть. Ну что ж, я думаю, что можно подводить промежуточный итог вот нашей этой сегодняшней встречи. И напоминаю, у нас в гостях была доктор Регина, терапевт, нефролог, диетолог, основатель школы здоровья Регина Доктор, автор книги «Здоровое питание в большом городе». Спасибо большое. Всем крепкого здоровья. Пейте воду. О, и об этом мы тоже поговорим обязательно. Друзья, это был подкаст «Правда тела». Здесь мы с вами вместе, с нашими экспертами, идём к честному телу. Рассказывайте, пожалуйста, нам ваши истории и задавайте вопросы. Ну, а я в конце хочу всё-таки всех попросить, делитесь с нами вашими историями, питаетесь ли вы готовой едой, удавалось ли вам похудеть с её использованием или удержать свой вес. Мы ждём ваши истории и вопросы на почте подкастсобакариан.ру или в директ нашего инстаграма ре, нижнее подчёркивание, подкастс. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями. Правда тела